И поэтому я думаю, что в нём точно было какое-то, знаешь, сейчас его музей как выглядел, как часовня какого-то святого. То есть там люди просто садятся и, знаешь, кто всплакнёт, кто помедитирует, кто-то и что-то. То есть, судя по результатам, да. То есть вот этими качествами кодекса вот такого некого, да? Да, то есть он вот дошёл... А внутри школы ваш был вот такой, из вот похожих правил? Да, это очень похоже на обязательства, которые при подписании больших, то есть от ученика требуется это всё делать. Как-то это культивировалось в разговорах, обсуждалось, обсуждается ли это вообще? И нужно ли это учителям обсуждать со своими учениками? Я думаю, что да. Я думаю, что да. То есть мы же... То есть это некая модель, да, то есть как бы совершенствование качеств самого человека. Просто она так выглядит безобидно, но по сути это многие годы работы над собой, да? То есть работа над внутренним своим состоянием. То есть по сути как бы мы же должны только одного человека поменять себя. Да, да. То есть как бы вот она... А, да. Ну вот, просто мне интересно, куда... И вот есть раздел, вот есть кодекс книги, да? Есть, ну, я имею в виду, когда человек приходит в школу какую-то, ну, наверное, в каждой школьной сети кодекс, который, там, принимаешь и когда ты приходишь куда-то... А есть техники, да, определенные упражнения. Как их совмещать вот для преподавания? Стоит ли акцентировать внимание больше вот здесь или здесь? Или это можно как бы в моменте совмещать, когда ты уже практикуешь говорить об этом? Потому что мы с тобой делаем вот это вот скромнее, вернее, дружелюбнее, там, как-то все... Или это совсем другая... Ну, то есть это, по сути, некогда. А ведь настоящее обучение происходит только путем демонстрации. То есть если учитель все это демонстрирует, то он может потом это комментировать. То есть он говорит, вот, например, давайте разберем. То есть я вошел в зал, как бы, или, например, да, какой-то ученик, да, повел себя как-то дерзко. А я постарался, как бы, нить вежливее, да. То есть если инструктор, да, если тренер это демонстрирует на примере, то ученики это видят. То есть они это впитывают непосредственно, да. То есть вот и уровень, как бы, вот этого, как бы, гуфу, да, такого, да, он впитывается, как бы, из... То есть он считывается. Ну, как, они говорят, о-о-о-о, мать. Вот это видишь, как... Класс просто. А если он просто про это говорит, то это не то. Так же, как техники, да, то есть один говорит, делай, как я сказал, другой делай, как я. Вот смотри, я делаю этот прием вот так. То есть он примером показывает, да. То есть понятно, что есть, как бы, теоретики, которые, ну, просто знают. А есть теоретики, которые, как бы, и знают, и умеют. А есть теоретики, которые знают, умеют и могут с людьми общаться. То есть, то есть, которые и имеют доступ к сердцам людей. То есть, которые ты, как бы, он, он так говорит, что ты не можешь как бы. Он тебя обезоруживает в этом все. Ты не можешь как бы ничего сделать, просто. Уучить, и там, конечно, все. То есть он... Он не... То есть так как он сам улучшает себя все время и хочет искренне улучшить тебя, да, то есть какие-то условия, да. Создание. Ты эту интуитивность считываешь. И ты не всегда понимаешь, что для тебя делает учитель. Только потом ты такой, ну, если ты уделяешь этому время, то ты поймешь, как бы, да. И, ну, учителя это показывают. Поэтому я думаю, что хороший учитель, это вот он следует, как бы, принципу, да. Небо, земля, человек, все едины. Вот у нас есть здесь, да. Что небо, это должны быть мысли, да. То есть встроенная идея должна быть, да. За каждое движение некий смысл, да. То есть земля, да. То есть должна быть определенная сила, да. И ресурсность такая, да. То есть учитель должен быть, как гора. Какой, да, ну, наполненный энергией. Даже в зрелые годы, я вот так, я тебе не употребляю. Как? То есть он не теряет силы. Вот в чем к современным, многим ребятам, как бы, вопрос, да. Понятно, что когда вам 20, вы очень, как бы, хорошие. И когда вам 30, а когда вам 40, вы продолжаете выходить на ковер с интересом, да. Вы, как бы, да. Это еще вам интересно, вы еще, как бы, не потеряли, а 50, а 60, а 70, а 80. И тогда, когда, если время это все проверяет, то тогда да, конечно, конечно, да. Ну, вот, уважаемые зрители, мы, наверное, на этой ноте, на ноте такой, видите, нескончаемого пути. То есть, как Владимир сказал, сначала мы следуем пути, а потом мы уже как в пути. Как это вот, ты так назвал, интересную мысль ты выразил. Занимайтесь и в 10, и в 20, и в 30, и в 70, и в 80, и в 90, просто идите. Абсолютно, да, то есть надо находить адекватную форму. Мне очень понравился твой рассказ, я его всем, как, своим ученикам повторяю, что ты рассказывал, да, что ты приехал в Кадакан, да, и что ты видел? Что пожилые джентльмены продолжают делать Кадо. Ну, я не совсем приехал, да, но это было, правда, во Франции, но и в Кадакане, да. Ну, я в Кадакане, да. То есть пожилые, как люди, да, они не борются, но они продолжают, как бы, на своем уровне делать, как бы, практику, да. Вот, вот. Ищут ту форму, которая сейчас ему, как бы, интересна. Ищите форму, которая вам интересна в любом возрасте, изучайте боевые искусства, с вами его Владимир Игорь. И не сходите с пути. Как говорил великий Тайсон, как его учили, его великий учитель. То есть, rest if you must, but don't you go. То есть, надо отдохнуть, отдохните, но не бросайте, как бы, путь, да. То есть оставайтесь на пути, двигайтесь постепенно. До новых встреч. Спасибо.